А сейчас поговорим о наших домашних животных. В областной столице началось строительство первой муниципальной площадки для выголособак. Обустроенная территория должна появиться на улице Дачная. Пустырь за многоэтажками давно стал привычным местом выголособак. Но ни ограждения, ни иных обязательных элементов для такого объекта там не было. Как должна выглядеть такая зона в материале нашего корреспондента. Сегодня более половины россиян являются владельцами домашних животных. Миллионы граждан — это хозяева собак самых разных пород и размеров. Правила городского благоустройства предписывают регулярно выгуливать питомцев на специальных территориях. Но таковых в нашем городе попросту нет. Это иногда служит причиной конфликтных ситуаций между владельцами собак и другими горожанами. Чтобы решить этот вопрос, жители Заволжья выступили с инициативой обустройства организованной зоны для выгула собак. Причем свои подписи за этот проект поставили и десятки жителей, не имеющих животных. На встречу гражданской инициативе пошли представители администрации района и депутаты городской думы. И вскоре, надеются заволжане, у них появится первая площадка, где можно будет свободно и безопасно гулять со своим питомцем. Мы были очень рады, когда пришел ответ, что да, нас услышали, и что площадки быть. Затем мы узнали, что деньги выделены, и вот сейчас в настоящее время уже прошел аукцион, и есть победитель. И в общем-то мы уже, у нас мечты, пожелания о том, как будет выглядеть. Придумали название нашей площадки. Какое название? Человек, собаки, друг. Сейчас на месте будущей площадки выполнили планировку участка, разровняли землю, убрали лишнюю растительность и строительный мусор. По проекту здесь будет огороженная площадка с калиткой и локальным освещением. Для этого будут установлены фонари, работающие от солнечных батарей, а также стенд с правилами пользования площадкой. И в перспективе планируется установить на площадке снаряды для тренировки питомцев, лавочки для владельцев собак, бак для мусора. Сами владельцы питомцев планируют наличные средства благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Чтобы собаки не просто бегали по определенной местности, а занимались с пользой, так сказать. Различные снаряды, так же, как и люди тренируются, так и собаки тренируются. Но это не совсем сразу, все поэтапно. Кроме того, мы планируем засадить кустами, так сказать, аккуратненько сделать рядом с ограждением. В общем, сделать красиво. Долгое время проблемой организации территории для выгула собак занимается депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. По его словам, площадка для выгула – востребованный элемент городской среды. Мы должны, конечно, содействовать тому, чтобы у нас в городе появлялось как можно больше подобных обустроенных пространств. Вот если мы возьмем, например, для спортсменов, для тех, кто занимается физкультурой, людей появляются у нас и стадионы, есть и воркаутные площадки, и баскетбольные, и волейбольные площадки. Правильных должно быть еще больше. Но вот для собак у нас пока нет ни одной площадки. Это, конечно, порождает массу проблем. Поэтому мы будем надеяться, что вот этот удачный, я надеюсь, опыт, он будет взят за модельный. И в городе будет как можно больше появляться таких территорий, чтобы было удобно и владельцам животных, и их питомцам, и также всем другим людям, чтобы им было безопасно и комфортно в нашем городе гулять, отдыхать. И еще. Каждый настоящий хозяин собаки знает, что прежде всего для прогулок с животными необходимо крепкая и надежная амуниция. В зоомагазине «Биоцентр» можно подобрать такую для разных собак. Любой породы, размеры, типа шерсти. И, конечно, выгуливать домашнего питомца необходимо для того, чтобы ту энергию, которая накопилась в отсутствии хозяев, собака могла эффективно израсходовать на улице. В нашем ассортименте очень широко представлены разнообразные пулеры, игрушки, поноски, все что угодно. То есть, выходя с животным на улицу, вы будете чувствовать себя отдохнувшим, и ваше животное после интенсивной пробежки, прогулки точно так же будет чувствовать себя отдохнувшим. Для этого подойдет кольцо, которое можно кидать, чтобы питомец его приносил. Разнообразные кусалки для игры в перетягивание, а также фриз бедийский, безопасные для зубов животного. Погода у нас в России переменчива, то, разумеется, неплохо будет обзавестись удобной, хорошей одеждой для собак. Это может быть на осеннее время просто дождевик, чтобы защитить собаку от влаги. Если же собака гладкошерстная, а впереди зима, то это может быть более утепленные какие-то модели. Не стоит забывать, на улице животное могут ждать разные недуги. Поэтому практически в любое время года животному требуется обязательная обработка от паразитов. Ежегодная вакцинация в качестве профилактики.